доброе утро страна что-то надоело мне хадера вот я еду теперь по харишу решила разбавить немножко свою деятельность сегодня буду помогать искать квартиру в хариши для клиентов а чего для разнообразия может какую-то из квартир и вам покажу и по ценам свежим сориентирую сейчас здесь четырехкомнатные квартиры от трех тысяч до четырех уже встречаются то есть разброс такой себе большой на целую тысячу одно что могу показать вот такая огромная пятикомнатная квартира четыре с половиной почему четыре с половиной потому что тут она сама большущая очень большущая 130 где-то квадратов ну и тут огромнейший балкон ну сейчас тут уборка после стройки будет потому что потому что вот только сдается видите тут еще он плитка ну за недельку две тут все доделают сейчас покажу балкон и вид из окна тут у входа есть еще вот такая спальня отдельная родительская и вот такой вот такой шикарнейший вид из окна посмотрите какой балкон я даже не знаю плюс или минус что он такой огромный он не крытой но для кого-то тут можно устраивать покатушки на велосипедах не ну квартира реально прикольно четыре с половиной тысячи это из-за того конечно что балкон еще большой потому что другие квартиры можно и за 3500 и за 3400 и за 3 там 700 и даже за 3 200 найти с маленьким балконом но уж точно не с таким видом и не с таким огромным балконом ну и не пятикомнатную это четырехкомнатную еще можно найти за 3 300 3 200 с балкончиком в 12 квадратов а такой огромный балкон это конечно 60 квадратов абсолютно новая квартира приятная когда вид на зелень и это всегда очень классно и приятно четырехкомнатная квартира в хариша но это вид из окна в хариша квартира находится я смотрю на арабскую деревушечку такой вот балкончик приятный квартире и вид классный еще одна прекрасная квартира где только что сделали уборку и этаж высокий хороший и балкон хороший хариша сдалось на улице шоу несколько домов и вот они и вот они их сдают и показывают только проблема что тут владельцы черт знает где то есть они покупали квартиры на инвестиции а при этом сами живут где-то в мудии не в иерусалиме пока они сюда приедут то уже то уже людям надо где-то жить а на последних этажах вот такие квартиры пентхаусы вот с такими огромными просто потолками не знаю мне такие квартиры вообще не комфортные так-то они одинаковые только что потолок такой прям огромный не знаю и будут стоить под 5000 если я скажу вам что для репатриантов снять хариша квартиру легче чем в хадере то это будет откровенная ложь потому что так как тут новые квартиры новое жилье то требование особенно к новым репатриантам они такие же строгие многие владельцы хотят делать договор через адвоката многие владельцы хотят двух гарантов и не соглашаются вообще на 1 а есть есть владельцы которые помимо гарантов все равно хотят денежные залоги в размере трех месяцев если эта квартира где-то 3 500 4000 то нелегко это и даже когда владельцы видят что семья вроде классная и вроде есть у них и средства но судя по ним как бы казалось но боятся боятся сдавать квартиры новым репатриантам и если честно я не ожидала не ожидала что даже в хариша настолько сейчас все строго но что хотеть цены поднялись квартиры дорогие владельцы особенно новостроек хотят себя перестраховать и спать спокойно тут а их я их прекрасно понимаю и кстати да на рынке много квартир ну что значит много их значительно больше чем в хадере но при этом достаточно нелегко найти квартиру быстро потому что как я сказала выше многие владельцы не местные приезжают показывать квартиру только раз в неделю это еще подстроиться под них на под них надо есть такие которые сразу там назначают время приходите и там уже там пять человек смотрят эту квартиру и ты уже по конкурсу не прошел в общем вот прям так посмотрели на всех определили с кем они хотят дальше тебе сказали до свидания это уже было можно так сказать прям на моих глазах один такой случай и это тоже бу еще более неприятно вот так что если думаете что в хариша ситуация с жильем суперская то хочу вас разочаровать нет это не так и конечно же получается что без риэлтора действительно снять квартиру сложно особенно если еще не знаете языка то что там говорить даже с риэлтором не всегда получается уговорить хозяина то есть даже риэлтор порой не может уговорить хозяина на то чтобы он сдал квартиру для новых репатриантов особенно особенно если у репатриантов нет гарантов вот так что вот такие вот дела а цены на квартиры как мы видели есть и за 300 когда выходят на соседние дома есть и за 3 400 когда на более свободное пространство ну есть и за 4 это уже в основном пятикомнатные квартиры и за 4500 тоже это уже квартиры пентхаузы но это же пятикомнатные с огромными балконами то есть цены немножко поднялись вот и я поехала домой немножко рассказал вам о ситуации на рынке хариша моднявый город становится а вы что думать просто когда смотришь вот даже вот такие небольшие города понимаешь что израиль небольшой и вот эта разница между городами между ценами она потихонечку стирается и потихонечку цены ползут вверх не важно в какой город вы приехали дешевый дорогой он со временем становится все также дорогим прихожу домой вечером а тут муж с концертом и бардак кругом на это никого не интересует главное что в доме музыка музыка и концерта галапуцик этой холодно 30 плюс за себе музыка музыка вальтарии музыка музыка演 музыка музыка блеруша привет друг друга влюблены а в чём секрет та 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 а в том признать приходится что все мосты разбудятся А поцелуем, извините, нет А в дом признать приходится, что все мосты разводятся А поцелуем, извините, нет Концерт перед сном А поцелуем, извините, нет Нет Так еще же не вечер